приветствую подписчиков позвонил сегодня сосед относительно недалеко от меня живет по деревне зеной в общем у него и скважины грязь пошла год назад до примерно купил дом и старой скважины оказался попросил помочь про диагности отъехал вот мы сняли головок с кессона достали насос первое что бросается в голода это обилие ржавых частей трубы металлической которая обсажена скважина и еще мусора различного грязи принципе в таких случаях обычно сгнивает труба где-то или вместе примыкание с грунтом или по своей длине и начинает подсыпаться грунт скважина весь насос вот в этой грязи еще раз приветствуем провели диагностика скважины сейчас зарисуем конструкции скважины скважина выполнена в одну трубу диаметром 13 3 или 133 так называемая труба металлическая стенка трубы достаточно тонко около 4 миллиметров в некоторых местах покрыт сильной коррозией и сама труба в принципе дает большое количество окалин что видно на насосе то есть труба разрушается хотя сделан скважина 2010 году но труба излично прилично порушена в общем надеюсь так и на глубине 39 мы обнаружили но но скважина примерно 5 метров где-то до 1 есть перфорация но порядка там трех-четырех диаметр сантиметров пропиленные отверстия трубе вся вода покрыта большим количеством хлопьев причем характер надо на дне примесей говорит о том что через эти отверстия скорее всего попадает еще и грунтовые воды скважина возможно с количеством песка как он да и кстати набрал на паузу ты принесет так вот нам сейчас хозяин покажет что у него в воде какие примеси посмотрим в общем похоже на мелкодисперсный песок поливатый сейчас я его оттуда щепотку выковырю ну песок до песок мелкодисперсный песок песках в артезианских не бывает этих но не встречается вот сколько мы будем сколько бурички будет вот мы не знаем где начинается коренная порода но допустим я могу предположить что коренная порода обычно начинается ну в зависимости от мест здесь где-то метров двадцать скорее всего начинается известняк и обычная конструкция скважин как выполняется но если делать правильно скважина первая труба даже допустим 133 она до известняка заходит в заходит в известняк там допустим сантиметр 20-30 и герметично здесь вот сажается в известняк то здесь никаких этих нету возможностей промыть какой-то песок грунт и вставляется 2 труба ли 110 или 90 труба до дна скважины и здесь уже может быть сделать можно перфорацию так вот или или еще как вариант допустим после вскрытия известняка вот эта труба тоже втыкается в известняк и делать уже открытый ствол из известняка но получается здесь мы перетыкаем грунт с известняком да вот здесь вот изоляция идет грунт и известняка и и второй трубой сна тоже можно переткнуть от водоноса если даже вот здесь вот что-то бывает распространенная достаточно причина выхода из скважины строя первая труба плохо плохо посажена в известняк и вот из-под стенок трубы они сгнивают вот эти вот железные стенки вот здесь начинает здесь же например водоносы разные да идут там песчаные водоносы может быть какие-то гравийные водоносы и грунтовая вода есть когда вот это вот первая труба сгнивает в скважину начинает выпадать какое-то количество примесей из поверхностных вод и отсюда берется песок то есть одна одна из основных причин выхода из строя артезианской скважины но здесь немножко по-другому сделано здесь получается нету изоляции между поверхностными грунтами и известняком то есть труба посажена в дно и сделана перфорация и вот этот песок который здесь есть скважины процентов на 80 идет вот где-то вдоль трубы подмыв какой-то сверху и он попадает вот в эти вот отверстия песочек и сюда уже попадает в принципе намерили 39 метров получается два метра скважины уже подсыпал песком вот этим который здесь вот подмывается и насосовый песок вот этот подхватывает периодически он там накапливается скорее всего какое-то количество времени насосовый подхватывает уже и вверх засасывает на это что касается диагностики ну я объяснил заказчику что могло со скважиной произойти мы еще обсудим с ним какие варианты может быть ремонта